Анастасия Новичкова И банкротный юрист Нина Никифоренко Приветствую вас Расскажите, какие манипуляции используют недобросовестные фирмы, помогающие с процедурой банкротства? Зачастую ко мне обращаются граждане, которые уже получили недобросовестную услугу, некачественную, уже с обманом Но вот сегодня, готовясь к программе, мы с Алексеем Юрьевичем посмотрели рекламу навязчивую Зачастую это даже происходят звонки с незнакомых номеров, где предлагают списать долги Быстро, надежно, качественно И сразу же оговорюсь о том, что быстро, надежно, качественно в процедуре банкротства физического лица не может быть Потому что есть определенные сроки процедур, которые прописаны на законодательном уровне И соответственно это индивидуально личное То есть это не фирма, это физическое лицо, у которого бывают те или иные индивидуальные ситуации То есть наличие имущества, отсутствие имущества, количество долгов, алиментные соглашения, бракоразводные процессы Это все влияет на сроки Поэтому, когда мы видим рекламу, которая предлагает списать ваши долги быстро и надежно Мы обычно улыбаемся Зачастую приходят люди уже с подписанными договорами Подписанные договора, люди не вчитываются, они приходят в некотором шоке Это моральная, эмоциональная, физически труднопереносимая процедура Скажем так, что на вас такое бремя лежит, долги, звонки коллекторов Бремя неприятное И люди, подписывая договор, периодически, зачастую, скажу так, не читают его Видят, что с ними подписали договор, их устраивает цена Но либо не прописаны сроки, либо людям понравилась цена, которая завлекла по большому счету И это зачастую просто договор о составлении заявления о банкротстве Хотя, просто, составить заявление о банкротстве Хотя, на самом деле, каждый простой гражданин может в произвольной форме составить данное заявление И подать, ну, собрать пакет документов Это сложно Но для этого есть интернет И, опять же, интернет — это источник мошеннических всех организаций И люди сталкиваются с этим все больше, чаще и чаще Потому что физическая нагрузка, финансовая нагрузка возрастает Люди пользуются все больше кредитными продуктами Не всегда оценивают свою платежеспособность, к сожалению Вы сказали про интернет-ресурс Как вы думаете, почему выбирают именно интернет для вот таких схем? Ну, наиболее доступная реклама То есть, человек заходит в интернет, набирает слово «банкротство» И, собственно, находит несколько фирм Которые аранжируются не по тому, по качеству работы А по количеству денег, заплаченных, вложенных в рекламу Вот и все Очень просто Интернет, ну, в любом случае люди у нас стесняются проговорить свои какие-то проблемы Да, одно дело поделиться с подругой, другом А другое дело прийти к незнакомому человеку И рассказать о своих проблемах, финансовых в частности Признаться несостоятельности Поэтому проще залезть в интернет Зайти на любой сайт Посмотреть Изучить, как кажется, гражданам тематику вопроса Ну и совершить какой-то необдуманный поступок Зачастую так это происходит Потому что, если телефонные звонки напрягают То интернет, когда ты сидишь с экраном один на один Он успокаивает, что не все так страшно И сроки хорошие И можно все справиться, и все это спишут Но В процессе чтения данные Убежденные, что все в порядке Возрастают И люди делают необдуманные поступки Как звонок, либо заполнение анкеты Зачастую эти звонки Происходят в вечернее время Вас приглашают куда-либо в организацию На подписание договора Ну и, в общем-то, люди попадают в неприятные ситуации Выпадутся из которых потом Ну, довольно-таки сложно Еще известна одна схема Как раз-таки У этих фирм недобросовестных Когда они не сообщают полную стоимость их услуг Были ли у вас в практике такие случаи? Да, это типовая ситуация Когда Ну, человек проще согласиться на процедуру Когда ему цену занижают Вот То есть, ну, классический пример Когда ему объявляют какую-то цену процедуру за месяц А процедура эта начинает длиться годами Вот и все То есть, опять же, там Причем деньги могут у него начинать Тянуть с него еще до процедуры На стадии подготовки и сбора документов И вот эта стадия может тоже длиться В некоторых организациях Достаточно продолжительное время При подписании договора об услуг Этот договор так и звучит Договор оказания услуги В нем четко прописана Одна единственная сумма Что услуга стоит столько-то И дальше в подпунктах прописываются Текущие платежи Вот эти текущие платежи Могут быть обоснованными И дополнительными соглашениями Либо актами выполненных работ И Когда подписан договор Возможность расторжения договора Тоже Существует такая оговорка Недавно рассматривали договор Где расторжение договора С учетом понесенных Исполнителям затрат Предлагают даже рассрочки То есть По большому счету Я прихожу Подписываю договор об услугах Я понимаю, что данной суммы у меня нет Меня завлекли прекрасной ценой Допустим Да Проговорили, что необходимы платежи Но сумма, которую я внесу за процедуру Будет примерно 150 тысяч Говорят, если у вас нет такой суммы Мы готовы Просрочку Эту сумму Ну и соответственно Эта рассрочка Опять Вытекает в долги То есть Вариации договоров Об услугах О проведении процедуры панкрот Называются эти услуги Договора Могут по-разному Но суть Вся складывается к тому Что Сама организация Которая заключает договор Она является посредником Некой прослойкой И когда Юристы Либо сотрудники Этой фирмы Говорят вам о том Что Я простой менеджер Вы со мной заключаете Дальше вы получаете Юридическую консультацию Это уже Некий Звоночек О том Что будет совершено Какое-то мошенническое действие Потому что Заключают договора Одни барышни Либо молодые люди Потом идет консультация Юриста И Далее Вам обещают Уже написание Заявления И сопровождение Процедуры банкротства Как в том фильме К пуговицам претензии есть К пуговицам претензии нет Ну костюм-то кривой Кривой Но мы занимаемся Тем, что пуговицы пришиваем Тут Собственно Важно иметь в виду Что непосредственно Саму процедуру Проводит арбитражный управляющий Данные организации Они как бы Оказывают Скорее всего Это можно сказать СССР Как услуги Сопровождения Процедуры банкротства Вот И Зачастую В этих организациях Даже не бывает Арбитражных управляющих Своих Они как бы Вот у них услуга В большинстве случаев Заканчивается на том Что Они в суд Относят Или помогают Вам Донести до суда Заявление О признании банкротом Вот На этом собственно Все Ну как правило Есть такие организации Которые могут Еще и в процедуре банкротства С граждан Деньги тянуть Такие Такие случаи Как говорится Медицине тоже известны Не просто тянуть Есть конторы Оказывающие услуги А есть Которые сопровождают Опять же Проведя финансовый анализ Но это уже Скажем так Выше рангом Юристы В кавычках Которые Анализируют Финансовую ситуацию Должника Смотрят Какое есть имущество Что есть у родственников Какие сделки И вводят заблуждение Либо Не договаривают О последствиях Проведения процедуры Если есть Недвижимое имущество Предлагают его сокрыть Что является уже Противоправным действием Предлагают Варианты развития событий Как продажи Перебросить Какие-то активы Которые есть Ну Опять же Это не предупреждение Противоправное действие А сами юристы Толкают на противоправное действие На каком Обычном Вот исходя из Вашей практики На каком обычном этапе Люди понимают Что как бы Что-то идет не так И где-то их Скорее всего Обманули На самых разных этапах На самых разных этапах Вот Буквально Разные ситуации Людей Которые обращались Приведу Несколько примеров Пришли Ко мне Барышни Мама с дочкой Они вообще Узнали о том Что Существует Процедура банкротства Из Письма Письмо Которое пришло По адресу Которое они не могли получить Пришло на умершего супруга Умерший супруг Как выяснилось Обратился в такую контору Подписал Исковое заявление Вернее Подписал документы На сопровождении Подачи документов В суд И сопровождении Дела банкротства И подписал Договор Соответственно С рассрочкой Как раз Платежей Эти барышни Обратились Ко мне На момент Когда Заявление Было уже подано О банкротстве И когда Их пригласил Юрист Непосредственно Мужчину Он не знал Что он умер Непосредственно Мужчину Вот они Пришли И юрист Стал рассказывать О том Что Если у вас Нет возможности Платить Срок У вас Прописан О платежей Там прям График платежей Был Что если у вас Нет возможности Мы проведем Процедуру Но процедура Будет проведена За счет Реализации Имущества А не более Чем Какой-то Срок Был установлен И вопрос Стоял о том Что если у вас Нет денежных средств Предлагаем Продать вашу квартиру На то Барышни Сказали Что это Единственное Жилье И сказали Ничего страшного Разменяем Вашу недвижимость Вот Именно с этим вопросом Пришли Гражданки Следующий момент Ну вот Из таких Ситуаций Когда Люди подписали Договор И Дома Уже Успокоившись Стали читать Сам текст Договора Сам текст Договора Где четко Прописано Оказание Помощи В составлении Сбор документов Сказали Чтобы они Собирали сами Пакет документов Начиная От выписок Ну в любом случае Физлицо Самостоятельно Собирает Весь пакет документов И На вопрос Какую же услугу Вы нам оказываете Мы Предоставляем Вам СРО Подаем Заявление В арбитраж И Когда будет Необходимо Мы вас будем Поддерживать Когда будет Необходимо Нам необходимо На каждой стадии На каждом Судебном заседании Это отдельные деньги Это отдельный График расходов То есть Поход юриста Это отдельная Статья расходов И Люди Опять же Понимают Что их обманывают Отдельные статьи Расходы Когда люди Звучат Озвучивают Это уже начинает В принципе Очередные долги Это неприятно Сейчас нам нужно прерваться На рекламную паузу Не приключайтесь Мы вернемся после Мы вернулись Рекламной паузы И продолжаем Нашу тему Алексей Расскажите Свою историю У меня типовые ситуации Когда Граждане обращаются В подобные организации Им Назначают Абонентскую плату Они Начинают Вносить Проходят Месяц Другой Им предлагают Заплатить За какие-то Другие Дополнительные Услуги Ну и Они В какой-то Момент Начинают Искать Другие Варианты Решения Этого Вопроса Потому что Есть Организации Которые Специализируются На том Что набирают Клиентскую Базу На абонентскую Блату Дальше У них Процесс Как правило Не заходит Вот Получается Чисто Юридически У них Все Чисто Они По документам Нет Никаких Нарушений То есть То что Они В договоре Прописывают Они Как правило Исполняют Предрастут Не к чему Единственное Давайте Выступлю В качестве Адвоката Дьявола Не то Что Защищать Представлять Позицию Другой Стороны По их Мнению В договоре Написано Они Это Выполнили А то Что У граждан Скажем так Де факто Есть Другие Надежды И другое Представление Об этой ситуации Это Уже Проблемы граждан Как они Считают Вот То есть Такой ситуации Остается быть Внимательным Да Конечно Нужно Четко Понимать Что Написано В договоре Ну Опять же Поймите Что Как правило Договоры Таким образом И так составляются Чтобы Они к этому Не располагали То есть Обычно Бывает Достаточно Большой Объем Прописаны Куча Деталей Ну То есть Простому человеку Трудно Прочитать И Понять Что написано В юридическом Языком Сформулированном документе Объемом Там 20-30 листов Ну Чтобы Обезопасить себя Я думаю Стоит себя заставить И Прочитать Да Возможно Имеет смысл Проконсультироваться С кем-то С кем-то На стороне Вот То есть Рассмотреть Различные Позиции Но опять же Понимаете Когда человек Приходит В подобной Организации Скорее всего Ему Не дают Времени На то Чтобы Этот договор Прочитать Ну то есть Разговор не строится Таким образом Что вы его Прочитаете Через неделю Придете Ему этот договор Дают И предлагают Подписать Здесь и сейчас Получается Оказывается Психологическое Другое Действие Чтобы В прочих Организациях То есть Опять же Вы в банк Допустим Приходите Открываете Договор Банковского счета Подписываете Вы же его Не в состоянии Прочитать А домой Его брать Смотреть Тоже Никто Не будет Ну По итогу Из-за Невнимательности И Излишнего Доверия Возникают Подобные Ситуации Давайте Проговорим Тогда Какие-то Ключевые Фразы Слова Моменты Которые Используют Вот эти Недобросовестные Фирмы Ну как бы Чтобы Людям Было Понятно При Диалоге При Консультировании Что Что-то Идет Не так И Возможно Здесь Как-то Меня Обманут Ну Наверное Не стоит Доверять Излишним Гарантиям Которые Дают Эти Организации Почему Потому что Прежде всего Это дело Рассматривается В арбитражном Суде То есть Никакая Организация Никакой Юрист Не может Вам Гарантировать Решение Судьи Вот Он Просто Не властен Над этой Ситуацией Фиксированные Сроки Тоже Являются Фантастикой Потому что Допустим Когда подается Заявление В суд От загруженности Судьи Конкретного Которому Попадает Заявление Оно Может Оно Принимается К рассмотрению А дата Рассмотрения Может быть Назначена И Через Месяц И Через Два Месяца И Через Три Месяца Если Судья Сильно Загружен Сроки Процедуры Все Очень Индивидуально То есть Опять же По поводу Несовпадения Мнения Граждан Мнение Третьей Стороны Зачастую Граждане Приходят На банкротство На вопрос Есть ли у вас Имущество Они говорят Что имущества У них никакого Нет Начинается Процедура Делается Запрос В ГАИ Делается Запрос В Росреестр Выясняется Что там Куча Всего Что не по Попаде Вот Вы спрашиваете Где Машина Я ее Продал Три года Назад Договор Купли Продажи Ну естественно Продал Покупатель Я не зарегистрировал Формально Эта машина Зарегистрирована На него В этом случае Сделка Оспаривается Да В этом случае Сделка Может быть Оспорена То есть Ну нужно Индивидуально Смотреть Допустим Сроки Реализации Мущества Могут быть Самые Различные Ну допустим У меня Была ситуация Когда У гражданки Была машина Матис Вот На тот момент Уже Ну мягко Выражаясь В плохом состоянии Она была Залоговым Имучством Банка То есть Парадок Реализации Утверждает Банк А банку Она была Должна 600 тысяч Ну тот момент Когда эта машина Стоила 100 Она должна 600 тысяч Давайте За 600 тысяч Будем продавать Я с этой процедуры Ушел И по-моему Еще два управляющих Эту машину Потом Продавали Вот Поэтому Так получилось Что процедура Растянулась Совсем Какие-то Неприличные Сроки То есть Определенных Сроков Называть Никто не может Потому что Все индивидуально Также Денежные Давайте Определим Сколько Стоит у нас Процедура Банкротства Ну Понимаете Опять же По деньгам Ситуация Может быть Разная Вот Допустим Там могут быть Какие-то вопросы Связанные Со спаривами Сделок И процедура Может Затянуться Надолго Ну Будем Говорить Так По статистике Нашего города Процедура Которая Озвучивают Юристы Которые готовы Сопровождать Вас Да То есть И работать С вами До последнего Это примерное Да То есть От 120 150 тысяч Это законная сумма Которые могут Обозначить Потому что На самом деле Как Алексей Юрьевич Правильно заметил Что Могут быть И обжалования Могут быть Действия кредиторов Опять же Зависит от Количества кредиторов От сроков Реализации Имущества Опять же От Согласия Несогласия Мирового соглашения Бывает так Что люди Перезанимают Соглашаются На что-то Вот Ну В рамках Процедуры Да Четко Обозначить Сумму Очень сложно А в любом Окончание Банкротства Производство 100 тысяч Это отдельная Спецификация Да Банкротства Из лица Поэтому Назвать Четкую сумму Ну В любом Случа Когда вам Завышают Ежемесячную Какую-то Оплату В размере 35 тысяч Рублей Ежемесячно Как оплату Абонентскую Да Вот Видели сейчас Объявление Посмотрели Объявление Что Гарантирует Процедуру Банкротства Быстро Короткие сроки 90 дней Соответственно Дальше Пишут Все Зависит От Ваших Пожеланий И Внизу Сносчика 35 тысяч Рублей Ежемесячную Поэтому Ориентироваться На Предложения Которые Рекламируют Очень сложно Но Еще раз повторюсь Юристы Которые Берут Спровождать Сразу Проговаривают Этот момент Что вам Перед тем Как войти В процедуру Банкротства Будет необходима Сумма Для фиксированных Платежей А дальше Все это Индивидуально Зависит От сроков Но Сумма По городу Варьируется 120 150 Опять же Если Нашли Как Алексей Юрьевич Правильно Заметил Какое-то Недвижимое Имущество Оспаривание Сроки Реализации То Может быть Дополнительное Соглашение Четкой суммы Никто Не может Сказать То есть Если Я вам Назоваю Четкую Сумму Либо Это Альтруисты На самом деле Время Юристов Стоит Приличных Денег Либо Это Ведение Заблуждения Расскажите Как Более Правильно Осуществить Процедуру Банкротства То есть Как Должен Действовать Гражданин Ну Смотрите По моему мнению Лучше Непосредственно Искать Сразу Рабитаржного Управляющего Который Будет Заниматься Этим Вопросом Либо Если Есть Все-таки Желание Обращаться В организацию Удостовериться Что У них Есть Штат Управляющих Причем Желательно Чтобы Эти Управляющие Находились В том Городе Где Проводятся Процедуры Ну Почему Предположим Ситуация Классическая Что Когда Гражданин Получает Какой-то Доход Требуется Эту Зарплату Ему Выдавать То есть Управляющий Должен Непосредственно Либо Помощник Идти в банк Снимать Деньги Отдавать Гражданину Убедившись Соответственно В том Что В организации Есть Управляющий Вы Уже Дальше Непосредственно С ним Договаривайтесь Опять же Вопросы По даче Заявления Скорее всего Имеет смысл Делегировать Тому Кто Будет Проводить Процедуру Сам Ход Процедуры В принципе Достаточно Простой Формируется Заявление О признании Гражданина Банкротом Подается В суд Суд В течение Какого-то Времени Это Заявление Рассматривает И Принимает Либо Не принимает К рассмотрению По каким-то Причинам Если заявление Принимается К рассмотрению Судебное заседание Как правило Назначается В зависимости От загруженности Суда В срок От месяца До Трех месяцев Вот Если не принимается Как правило Суд пишет Что нужно Дополнительно Принести Исправить Для того Чтобы заявление Было Принято Далее Проводится Процедура По рассмотрению Данного Заявления Ну и Как правило Вводится Процедура Банкротская Процедура Вариантов Здесь два Это может быть Либо процедура Реализация Имущества Либо Реструктуризация Долгов Наиболее Частая Процедура И эффективная Соответственно Это Реализация Имущества Поэтому Давайте Реструктуризацию Рассматривать Не будем Да В процессе Этой процедуры Кредитор Имеет возможность Заявить Свои требования К должнику В это время Управляющий Собирает информацию Об имуществе Должника И собственно Если таковое Находится Выставлять Его на продажу Вырученные Денежные Средства Если таковые Будут Распределяются Между кредиторами Ну и по большому Счету Процедура Завершается Итогом Проведения Процедуры Для должника В случае Если он Добросовестно Подошел К своим обязанностям Является Списание Долгов Также Законом У нас Предусмотрен Упрощенный Вариант Процедуры Банкротства Которую Можно провести Через МФЦ Ну на мой взгляд Это является Достаточно большой Экзотикой Почему Ну смотрите Во-первых Сумма по долгам Должна быть От 50 до До 500 Тысяч Рублей Вот И ключевым Условием Которое По которому Большинство Граждан Не проходит Для этой Процедуры Это Завершенное Исполнительное Производство Судебных Приставов По причине Отсутствия Имущества Для Собственно По покрытии Долгов Вот Это проблема Вот Такой ситуации Как правило Ни у кого не бывает Поэтому МФЦ Отказывают В проведении Процедуры И получается Идет Судебное Ну да То есть В этом случае Имеет смысл Обращаться В арбитражный суд И соответственно Проводить процедуру Уже По общей схеме Вот Для документа Точнее Для подачи заявления До банкротства Какие документы Необходимы То есть Какой пакет документов Должен быть у граждан Значит Пакет Достаточно обширный Я скажу вам Типовой документ Типовые документы То есть смотрите Это как правило Копия паспорта С НИЛС ИНН Справка С ГИБДД О наличии имущества Справка с Росреестром О наличии имущества Копия Трудовой книжки Выписка С индивидуального Накопительного счета Так Далее Состояние Состояние в браке Да Соответственно Вся информация По браку Это Свидетельство О расторжении Либо заключении брака Брачные договора Свидетельство Детей Да Свидетельство О рождении детей Вот Ну это скажем Краткий список документов Если у гражданина Есть допустим Имущество В виде акции Это информация По акциям Информация По кредиторам Которые у него есть И соответственно По дебиторам Ну вот Если так Вкратце То все Да Дополни Дополни немножко Гражданин Чем более ответственно Отнесется К перечню Собираемых документов Тем проще Будет В дальнейшем Конкурсному управляющему Финансовому управляющему Провести процедуру Зачастую Слышим Такую фразу Что Я не помню Кажется Да То есть Нужно Наиболее Конкретизировать Каждую Кредитную карту Когда брались Какие-то Денежные средства Если есть Долги перед физлицами Которые просужены Либо просуживаются Решение суда Данные карты Опять же Если есть копии Делают карты Карты Сдаются Конкурсному Финансовому управляющему И В данный момент Производится Анализ Возможности Да И Если необходимость Данной процедуры То что У многих граждан Имея дебюторскую задолженность Допустим Встречные обязательства Перед ним Да Не могут Допустим Обратиться в суд Потому что Не нашли Должной поддержки Зачастую Это Разговор По душам Как говорится Доверителю Должны рассказать Полностью О сделках Которые были Совершенные О имуществе Которое может быть О договорах Чем больше Открытости Тем будет В диалоге В разговоре Тем проще Будет процедура Потому что Зачастую Граждане Относятся К этому Легкомысленно Всплывают Всплывают Неприятные Был прецедент Был прецедент Когда у гражданина В реестре кредиторов Было 34 кредитора А опять же Бывают Допустим Как у нас Андрей Сказала Ситуация Когда Гражданину Процедура Не нужна У него Есть Активы Которые Позволяют Покрыть То есть Он платежеспособным Фактически Да То есть Просто Он Не может Оценить Свою финансовую Ситуацию Вот Кстати В каких Случаях Могут Отказать В проведении Процедуры Банкротства Есть же Такие Вы имеете Ввиду Суд Может Вынести Решение О том Чтобы процедуру Не вводить Суд Да Но вот Может быть Есть какие-то Прецеденты Досудебные На каком-то Допустим Этапе Подачи Заявления Нет Ну Сразу скажу Добросовестность Недобросовести Самого Банкротящегося Есть граждане Которые В надежде На то Что Процедура Легкая И все Это дело Неоднократно Кто-то там Проходил Набирают Кучу кредитов Которые В принципе В дальнейшем Могут Повлиять На признание Недобросовестного Поведения Одно Дело Незнание Другое Дело Недобросовестность Поведения Многие у нас Граждане Имея Непогашенные Задолженности Перед Физическими Лицами Перед Физическими Организациями Продолжают Набирать Долги Не Кося Задолженности Текущие Бывают Такие Ситуации Когда В процедуре Выясняется Либо перед Процедурой Конкурсной Управляющей Либо юрист Выясняет Что Допустим Была Какая Либо Сделка И было Предпочтение Огашения Кредита Допустим Я получаю Большое Денежное Средство От продажи Своего Имущества И гожу Автокредит Потому что Машина Мне больше Нужна В то же Время Я не Распределяю Данные Денежные Средства По всем Другим Своим Кредиторам Это тоже Может быть Причиной В отказе В дальнейшем То есть О признании Недобросовестной Кредит Это будет Не отказ Введение Процедуры А это Может Послужить Поводом Для Несписания Долгов С этого Гражданина Опять же В качестве Примеров Была Ситуация Когда У гражданина Была Квартира Ипотечная Он Прошелся По банкам Набрал Кредитов Погасил Ипотеку И пошел В банкротство Объясняя тем Что у него Единственное Жилье Соответственно В процедуре Эта ситуация Всплыла И у гражданина Были серьезные Неприятности Отказать Процедуру банкротства Как При подаче Пакета Может Только суд Если не хватает Каких-либо документов Либо Данное Определение Об оставлении Бездвижения Не исполнено Это право То есть Есть У нас такое понятие Как обязанность Подать заявление На банкротство И право Законом Прописано Что Гражданин Имеющий Просрочку Более трех месяцев Просушенную Допустим И сумму задолженности Более 500 тысяч Обязан самостоятельно Но это прописано Законом Также законом Прописано Что вплоть до штрафа Административно Но что на практике Случается Крайне редко На моей практике Не было ни разу Такого Чтобы гражданин Оштрафовали В административном Порядке Это право Подать заявление Признание себя Банкротством Зачастую Суды Относится К заявлениям Банкротства Вполне Лояльно Если перечень документов Соответствует Заявленному На любом сайте Есть перечень Для написания Заявления Опять же Для обращения С процедурой Банкротства И исполнить Его в принципе Не сложно Другое дело Что суд Может оставить Без движения Данное заявление И в общем-то Оставив Без движения Если человек Не исполнил То есть Вернуть заявление Обратно Ну в общем Давайте я резюмирую Вот тот список документов Которые мы Озвучивали Если Большая часть Документов Там отсутствует Ну или Ну скажем так Отсутствуют Эти документы Вот То Суд может Отказать В принятии Да В принятии К заявлению К рассмотрению Вот В противном случае Ну не знаю Таких случаев Чтобы Не была Не была Введена процедура По Заявлению Самого гражданина Нам В общем-то Наверное Даже неизвестно Нет Неизвестно Это право Гражданина И он Воспользовавшись Своим правом И зачастую Воспользовавшись Правом Тут уже Человек сам Хозяин Своей судьбы Своих финансовых Обязательств Дальнейшего поведения Если он Обращается Непосредственно За сопровождением То На советы Рекомендации Стоит Прислушиваться И исполнять Вот Здесь Ситуация Не введения Процедуры Может быть Когда Заявление о банкротстве Подает Кредитор А гражданин Этому Активно Сопротивляется В этом случае Суд Может Принять Решение Процедуру Не вводить По тем Или иным Причинам Если гражданин Сможет доказать Что Он Плачешьспособен Он эти деньги Вернет Предпринимает Какие-то активные Попытки Такое было В вашей практике Часто Бывают Ситуации Что Подача Заявления Подталкивает Должника К активным Действиям По возврату Кредита Ну Точнее Не кредит А взятых Денег Задолженности Задолженности Да Погашение Задолженности Это бывает Да Часто Какие сделки Могут оспорить При процедуре Банкротства Давайте еще раз Озвучим Значит Сделки С Аффилированными Лицами Это с Родственниками И В период Банкротства Предполагаем В течение Трех лет У нас Оспариваются Сделки Свершенные За Три года До Введения Процедуры Этот срок Может быть Увеличен Когда В процессе Рассмотрения Данной Конкретной Процедуры Сделки Становится Понятно Что все Вело Именно Долгие Действия Гражданина Именно Привели К банкротству То есть Осознанное Срок Срок Может Продлиться До Пяти Лет Что Происходит В основном С юрлицами С физлицами Я видел Только Четыре Года И то Когда Гражданин Зная Что подать На Банкротство Заключил Брачный Договор И все Имущество Переписал На супругу Пытаясь С самым Скрыть У нас В законе Банкротства Есть такое Понятие Как Подозрительная Сделка То есть По большому Счету Это может Быть Любая Сделка Которую Суд Сочтет Таковой Что она Повлияла На процедуру Банкротства Ну то есть Не всегда Можно Это Как-то Сформулировать Сходу Ну вот Бывают Сделки Которую Ну вот Видно Что Гражданин Здесь Что-то Сделал Не так То есть Либо Продал Либо Подарил Это имущество В преддверии Процедуры По исковым Срокам Насколько Я понимаю Там Рассматривается Немножко По-другому Там Смотрится Когда Возникла Задолженность Вот И собственно С момента Возникновения Задолженности Вот эти Все Сделки И Рассматриваются То есть Если человек Взял Деньги В долг Купил Какое-то Имущество Кому-то Его потом Подарил То Эта Сделка Может быть Оспорена Если Там Даже Пять лет Тут Каждый Индивидуальный Разные Сделки Они Несут Разные Сроки И Соответственно Сделки С предпочтением Тоже Могут Оспорены Когда Продав Недвижимое Имущество Автомобиль Кому-то Одному Из кредиторов Человек Передает Денежные Средства То Опять же Такую Сделку Могут Оспорить Если Сказали Что Еще Три Года После Процедуры Банкротства То есть Человек Вот эти Сделки Тоже Могут Быть Оспорены Перед После Уже Все После У него Возникают Иные Обязанности Давайте Поговорим Про Последствия И Собственно Резюмировать Я хотел Как мы уже Говорили Все Процедуры Разные Индивидуальные И Давать Какие-то Типовые Шаблонные Решения Не представляет Возможным Сколько У меня Был Процедур Всегда Все Разное Казалось бы Исходная Ситуация Такая Же А в Процедуре Что-нибудь Волозит Неожиданное Наиболее Существенным Последствием Является То Что Когда Он Будет Брать Кредиты В течение Трех Лет Он Должен Сообщать Кредитору О том Что Он Прошел Процедуру Банкротства По В течение Трех Лет Эта обязанность Соответственно Пропадает Вот Также Если Он Проходил Процедуру Банкротства Как Индивидуальный Предприниматель Он Не может В течение Трех Лет Занимать Руководящие Посты В том Числе Накладываются Ограничения На занятия Руководящих Постов В финансовых Организациях И в банках Вот На этом В общем-то Все негативные А Подождите Еще забыл В течение Пяти лет Пройдя процедуру Банкротства Он Теряет Возможность К списанию Долгов Соответственно Банкрот Обратиться Нет Обратиться Он может Обанкротиться Но долги У него Не спишутся Либо Допустим К риторам Обратиться Вот В общем-то На этом У нас Негатив Довольно-таки Исчерпывающий Список Негативных Последствий Наверное Поэтому И эта процедура Набирает популярность Ну что ж Наша программа Подошла к концу Хотелось бы поблагодарить Наших гостей За то, что рассказали Об уловках Недобросовестных фирм Которые предлагают Помочь с процедурой Банкротства Рассказали Как правильно действовать В подобных ситуациях Благодарю вас За Ваши Бесценные советы Это была программа Тема дня До новых встреч До свидания Всего хорошего